Привет, друзья мои! Вы знаете, я ошибался, и когда ты вовремя признаешь свою ошибку, то это ничего не считается. Я ошибался, когда я говорил, что освобожденных сейчас будут засыпать всякими благами, что освобожденных сейчас будут просто пытаться сделать так, чтобы они хотя бы не начали болтать, знаете. Свои СМИ помогут, конечно же, ставить ненужную не будут, но тем не менее. Потому что освобожденные, это как для них, они освобождаются, и им кажется, что вроде бы как у Порошенко рейтинг сумасшедший. Порошенко их встречается, им кажется, что они вернулись в страну, где Порошенко стал отцом нации. Им кажется это, они летят с ним в самолете, они, конечно же, пребывают в шоке. А потом они встречаются с близкими, потом они встречаются с друзьями, с однополчанами, со своими семьями и начинают понимать. Так вот, я ошибался, когда я думал, что сейчас их будут засыпать благами, лишь бы они не понимали как можно дольше или хотя бы молчали. Нет. Но, начать бы я хотел с другого. С одной историей. Смотрите. Дежавю – герой не нашего времени. Дикое поле. Латугина. Здесь рассказывается про одного человека. Виталия Юрьевича Швайко. Или Швайко. Он являлся директором Успенского карьера. Предприятие стало, короче, было одним из крупнейших производителей щебня в регионе. На момент коронования Швайко карьер дышал в кредит. Тра-та-та. В общем, потом Швайко стал щебеночным королем и параллельно принялся осваивать новые горизонты. Это пишут прямо там у них в группе, в группе этого города. А сегодня ушлый Виталий Юрьевич, неожиданно для честного народа, возглавил крупнейшее предприятие нашей дички. Как уже все знают, стал гендиректором Валкового комбината. И принялся героически возрождать там что-то. 15-й год. 15-й год. Не подконтрольной Украине территории. Тут фишка в чем. На сайте Миротворец была его страничка. Сейчас куда-то испарилась. Нету странички. Вы представляете? Наверное, ее все-таки как-то... Как это? Выкупили эту страничку. Чтобы ее там больше не было. А раньше там он висел и было написано. Этот гражданин является Швайко Виталий Юрьевич, ЛНР, государственное предприятие. Видите, что он является руководителем на этой неподконтрольной территории. Давайте его самого послушаем. Что там? Еще летом 2014 года Лутугинский комбинат прокатных волков был занят украинскими войсками. Тогда на его территории разместилось порядка 300 единиц артиллерии и другой бронетехники. Ну и пусть скажет руководитель. То есть в этом, безусловно, конечно, республика оказывает огромное влияние. Республика влияние оказывает. Здесь, безусловно, огромная поддержка идет со стороны как Российской Федерации, так и руководства республики. Ну это же хорошо, да? Ну это же хорошо, что ЛНР и Россия поддерживают, да? Есть определенные вопросы, связанные с ЛНР, с Донецкой Народной Республикой, с признанием этих республик и так далее. Сегодня идет вопрос именно становления вот этого вопроса, самого главного. Ну да, это самый главный вопрос, я думаю, конечно. Становление ЛНР, Донецкой Народной Республики, чтобы лучше можно было этот товар перевозить в Россию. На сегодняшний момент, получается, да, конечно, безусловно, вхождение рубля сюда, как раз, ну, хотя бы в форму расчета, безусловно, стало бы легче. Ну уже легче, потому что рубль таки вошел, уже форма расчета, уже рубль, поэтому хорошо сейчас. Налог на войну там платятся только зарплаты, получается, в связи с тем, что зона АТО сегодня освобождена от выплаты заработной платы, поэтому налог на войну лучше-то не платим. Не говори. Это он отвечает на вопрос, платят ли предприятия налог на войну. Не-не-не-не, вы что, с ума сошли. То есть, что они хотят тут? В настоящий момент времени? Да. Для того, чтобы экономически отсюда уехало все. Либо уехало, ну, опять, для чего было, грубо говоря, не сажать, а сам АТО подстанцию. А, ну, это поганые укропы, как я понимаю, чего они хотят, чтобы уехало все, или закрылось, подстанции взрывают, в общем, все понятно. Как можно больше вывести отсюда, на подконтрольную территорию, для того, чтобы Донбасс остался без возможных... Знаете, это существование? С существования. Понятно, понятно. Ну, вот дальше к ним пришли, там, руководство молодой, молодой республики пришло на предприятие, там рассказывают. С украинскими войсками завод и пострадал. Я правильно понимаю? А когда отходили украинские силовики, то есть они как-то... То есть они продолжали уничтожать завод или нет? Постоянно продолжали уничтожать завод эти украинские силовики. Ну, вон наш герой как раз. Там более-менее ситуация, конечно, серьезно пострадал в плане... Как хорошо, как, знаете, хорошо и радостно на душе от того, что этот человек пошел по спискам и теперь он освобожден из плена, так называемой этой Луганской... Из плена боевиков, давайте говорить прямо. Из плена боевиков освободили этого пламенного патриота Украины. Как он попал туда? В плен. Но он не в плен попал, он попал в заключение, как я понимаю, за экономические злодеяния на территории уже этой, так называемой, республики. Как он попал в списки теперь? Этот вопрос вам лучше задать команде Петра Алексеевича Порошенко. Конкретно Ирине Гераченко и все. Вы можете задавать даже вопрос более четче. Ребята, сколько стоило места в списке для этого человека? И сколько украинских заключенных, ну как минимум один, да, остался там, остался сидеть, и сидеть будет неизвестно сколько, вместо того, чтобы вот его обменяли, а не вот этого? Сколько это стоило? Можете задавать прямо. Прямой вопрос, мне кажется, это нормально. Теперь этот человек фотографируется рядом с Петром Алексеевичем Порошенко, он уже в украинской там форме военной, вот так вот. И вот уже обнимают и говорят ему, слава Украине, а он, я уверен, отвечает героям слава. Теперь я поставлю видео от представителей украинских патриотических сил, которое много чего объясняет по поводу моей ошибки, о которой я говорил в начале блога. Я говорил о том, опять-таки напомню, что я-то думаю, что их будут засыпать, засыпать вот всех освобожденных, чтобы они молчали, чтобы они хотя бы поняли, что подумали, что к ним относятся как к людям. Нет, им собирают вещи, потому что попиарившись, команда Порошенко отвалила в сторону. Приятного просмотра, пока. Смотрите, такая ситуация у нас получается. Мы сейчас собираем вещи для извиненных полу-неных наших, которых вчера освободили и сегодня они в больницах лежат на обследовании. Такая ситуация, что у многих из них по приезду в Киев у них нет абсолютно ничего. Некоторые из них люди, это просто гражданские, которые попали в плен в ДНР просто по... Им не повезло, и все, просто-напросто. И они там, многие люди, получается, в плену пробыли очень долгое время и нуждаются сейчас в помощи. Мы сейчас собираем для них вещи, и, ну, желательно, чтобы люди тоже поддержали, как могут. Там таких людей, которые, ну, очень сильно нуждаются, ну, достаточно. Есть люди, у которых вообще ничего нет, ну, реально ничего. Они сейчас все в больнице на обследование. Их, некоторых повезут на реабилитацию, но им все равно нужна помощь. Наша гнидовская власть, которая вчера их как собак кинула в борьбу, ну, типа, толком ничем им особо не помогает. Вот, чтобы вы понимали, представители, ну, так бы, так называемой власти даже не спросили, ну, грубо говоря, что им надо, что у них нету, что у них нету. Приехал человек в Киев, у него нету паспорта, он, по сути, никто. Без документов, ну, блядь, ты ничего не можешь сделать. И такие там есть. Им не спросили, нужны, ну, надо вам возобновлять паспорт, документы полностью, не надо, что вам надо, что не надо. Некоторым людям дали курточки, ну, это как там, пиксельку, это военным, а гражданским обычным, ну, ничего не дали. Им помог еле-еле красный крест дал курточки. Некоторые люди забрали курточки у своих на СИЗО, когда сидели и оставили там людей без одежды, потому что не было, ну, у них выбора. Они узнали за то, что их будут менять меньше, чем за день. И, ну, они там у своих сокамерников забрали курточки, чтобы как-то доехать, не замерзнуть. Так же самое. Их, ну, вчера вот это, как их тут всех волочили, пиарился Порошенко на этом, рассказывал, как это там круто, что он молодцы, они спасли, он молодец. А по факту, ну, это дешевый, вонючий пиар, который он делал, по факту он этим людям ничем толком не помог, ну, объективно. Их даже вчера, ну, грубо говоря, бутиками накормили и все, ну, больше ничего. Их не спросили, нужны ли вам вещи, есть у вас вещи, ничего. Им дали пакеты, я вот у себя в инстаграме фотку опубликовал, им дали мусорный мешок, ой, мусорный мешок, обычный мешок, куда они сложили все свои вещи, которые у них есть и все. У этих людей, кроме этого мешка с их вещами, вообще ничего нет. Ну, тупо ничего. У них, ну, и документы в том числе. Поэтому мы сейчас им стараемся как-то максимально помочь. Я, вот, сейчас недалеко нахожусь от больницы, где они находятся, именно цивильные.